Ребята, всем привет! На календаре вторник. 16 мая. У меня сегодня очень сильная мигрень. У меня мошки даже летают перед глазами. Я выпила, короче, сейчас простамол. У меня сегодня психолог, но я его перенесла онлайн. Вообще, я стараюсь ездить лично. Так как-то, ну, лучше. Лучше. Мне нравится. Больше. И вообще, ну, я не знаю почему. Личные встречи всё-таки... Если есть возможность лично, то я считаю лучше лично. Хотя онлайн-сервисы и прочее, никто это, естественно, не отменял. Это тоже очень удобно. Но я вот люблю лично. И, в общем, я попросила позаниматься онлайн, потому что меня аж даже тошнит, насколько у меня болит сегодня голова. Я боюсь, вдруг меня затошнит в процессе. Поэтому лучше, да, онлайн быть дома. Если что, забежать умыться. Но у меня очень частые головные боли. У меня почти что каждый день болит голова. Как бы то слабее, то сильнее. Но так или иначе, она болит почти что всегда. Вот я встаю с утра, и с утра она уже болит. Просто бывает такая эта боль терпимая, к которой я привыкла уже жить, бывает прям сильнее. Вот сегодня такая она средняя. Бывает ещё сильнее, естественно. Потому что если бы она была ещё сильнее, то я бы даже не смогла взять в руки камер. Поэтому пью чайок из кружечки, которую мне присылала моя зрительница. В идеале нужно сходить помыть голову и начать делать макияж. Потому что мы сегодня с Алисой хотели устроить фотосессию в цветущих садах. У нас это в планах есть. Я пойду поливать цветы к родителям домой. Вот после того, как позанимаюсь с психологом. Если мне, конечно, не станет ещё хуже, я очень надеюсь, что не станет. Всё-таки я выпила брастамол, может быть, сейчас чуть-чуть уляжется. И заодно посмотрю цветения в садах, насколько там это всё нам подходит, насколько это всё хорошо. Я думала, что на момент вот сейчас я буду уже накрашенная, смывмытой головой. И как минимум я буду собираться уже ехать к психологу. Но в итоге я вот такая. Вот как-то так. Не помню, показывала ли я вам фоточки, которые у меня здесь стоят на столе. Кстати, я ещё поставила здесь вот такую шкатулку, которую привезли мы из Вьетнама. Такая она. Ничего я в ней пока что не храню, но мне кажется, серёжки-гвоздики вполне себе можно положить. Или какие-то не очень громоздкие серёжки. И здесь у меня две фоточки стоят. Манеки Нека, кстати, тоже из Вьетнама. Это фоточка моего, по-моему, позапрошлогоднего, или как это сказать, прошлогодний день рождения, что ли. Блин, не знаю, как сказать, но вы поняли. Не который последний, предпоследний. И здесь вот фоточка, которую делали у Иры дома. Она выглядит, как будто мы отмечаем Новый год. Серьёзно, вот посмотрите. Ира, Настя, как будто у нас здесь новогодняя ночь. На самом деле нет. Просто встретились, наконец-то. Да, ну вы видели влог, я думаю, с этого дня. Вообще, я очень хочу заказать себе такую, типа, решётку, на которую прикрепляют фотографии, на которую прикрепляют какие-нибудь там виш-листы. И планы, не знаю, повесить её где-нибудь вот здесь. Ну, прям такую маленькую-маленькую. То есть, прям, чтобы она не громоздкая была, а вот такая небольшая, и туда какие-то фоточки крепить. Но пока у меня просто всё стоит вот так вот на столе. Сегодня делаю свою самую ненавистную вещь. Запустила в стиралку под одеяльник. В прошлый раз я стирала только простыню и налочки от подушек. Почему? Потому что я не могу нормально вдеть под одеяльник. Ну, смейтесь, не смейтесь, для меня это просто каторга какая-то. У меня не выходит нормально вдеть. Причём на прошлой квартире как-то легче вдевалась. Вот тут прям никак. То ли тут какое-то строение одеяла особенно. Оно такое квадратное, но всё-таки с какой стороны оно длиннее. Я в прошлый раз, когда стирала одеяло, я его пыталась вдеть, наверное, на протяжении минут. Каких там минут, блин, минимум полчаса я там вообще уже вся изматерилась просто, что было. Это ещё всё очень сильно, помните, я вам жаловалась, очень сильно магнитится статическое вот это электричество. И терпеть просто это не могу. Вот пока я снимаю и надеваю под одеяльник, это всё дико вот так вот аж трещит. Всё липнет. Уай, фу! И вот сегодня, в общем, я запустила стирку. Поэтому пожелайте, как говорится, моим нервишкам не шалить сегодня вечером, потому что сегодня вечером мне предстоит заправлять одеяло в пододеяльник. В прошлый раз это вышло раза с третьего. С какого выйдет в этот раз, я не знаю. Но мне уже страшно. Сегодня вечер у меня будет нервный. Это прям вот стопудово. Поэтому вроде уборочка уборочкой, вроде бы это люблю, но только вот не это. Ещё мне надо поменять водичку моих росточков. Я, кажется, о влоге не говорила. Я, короче, подрезала свой этот вот стендапсус, потому что, ну, он некрасиво двумя плитями в разные стороны растёт. Хочется его как-то сформировать, не знаю, покучнее, покрасивее. Я, в общем, срезала у него вот три вот этих росточка, поставила в воду. Чёрное – это уголь, если что. В принципе, здесь, смотрите, вот уже даёт корешочек один. Дальше стоят, сейчас поменяю воду. А вот это монстера манки, которую мне дала моя подписчица. Пока что вроде ничего ещё не пустила она. Стоит, стоит, но надеюсь, что проклюнется. Ну что же, пришла я к родителям полить цветочки. На улице вообще лето, жара. Короче, да, сейчас быстренько всё сделаю, потом договоримся с Алисой, которая придёт ко мне, скорее всего, с платьем для фотосессии. Сейчас пока шла, заглянула в эти сады как раз-таки, цветочки ещё есть, в принципе, есть на каком фоне сфотографироваться ещё. Поэтому этим и займёмся. Ой, как тут жарко. Наверное, открою сейчас, Настя, пока что окно. Ой, что я тут сделала с приближением? Короче, да, пока Настя, что открою окно, буду поливать цветы. Я уже сделала, как вы видите, тон, брови, маленечко. Начала макияж. Осталось мне только доделать макияж глаз. Конечно, понадобится для того, чтобы фоткаться. По поводу головы. Башка не прошла. Она типа немножечко стала получше, но не прошла. Что за напасть такая? Кстати, у меня самое частое давление, знаете, какое? 80 на 50, кажется. Как вам такое? Как вам моё давление? Неплохо, неплохо. Как я жива до сих пор? Я не знаю. 80 на 50, вот это вот я живу с таким очень часто. Кстати, у мамы такая желейка, как у меня. Я тоже заказывала её с Алиэкспресс. Она железная такая, прям очень качественная. Но помимо того, естественно, что она эстетически красивая. Она прям удобная ещё, очень практичная, потому что здесь маленький вот этот вот носик. Тоненький, точнее. Видите, прям такая маленькая совсем дырочка. Она, кстати, объёмная. Я не помню, сколько здесь в ней входит. Ну, блин, тут литра... Не, не знаю, не буду врать, но входит сюда много прям. И вот этот вот носик тоненький, он прям удобно подлезать к каким-то растениям, где, например, грунт, ну, прячется под листьями, неудобно. Широколеечкой. Вот это прямо супер. Вот для этого цветочка маме нужно купить какую-то опору, чтобы красиво росло. Чтобы прямо поднималось вот так вот по опоре, по толстой. По толстой такой, знаете, как тотем, тотем, кажется, да, это называют. И вот что бы обвивало, потому что вьётся. Прям, видите, смотрите. Прям в юночке здесь. И немного некрасиво начинает выглядеть. Поэтому ему нужно что-то вот прям такое толстое обвивать. Тогда будет смотреться очень эффектно. Раскраска, она прям такая и есть. То есть прям такая вот салатная-салатная раскраска. А ещё я как-нибудь хочу маму вот эту всё-таки традесканцию. Традесканция, да, это кажется она. Чуть-чуть схватить. Ну, она там росточки, кстати, держит вот там в стороне специально для меня. Вот мне интересно, она будет более фиолетовая? Потому что здесь на некоторых листочках, видите, фиолетового больше проступает. И мне прям нравится вот это сочетание бледно-зелёного, белого и фиолетового. И мне что-то вот по моим воспоминаниям кажется, что раньше в этом цветке у мамы было больше всё-таки преимущественно фиолетового цвета. Постепенно стала вот как-то такая облёклая достаточно традесканция. Хотелось бы, да, как-то по фиолетовее её. Вообще красивая, конечно. На Авито вот фиолетовые продают прямо достаточно дорого. А вот этот, когда хочет пить, всегда становится серый. Я, по-моему, тем летом тоже снимала, показывала вам, смотрите. Он аж вот краску теряет. Но он очень быстро отойдёт, этот папоротник. Я не помню, кстати, как он называется. Но вот его польёшь, он напьётся, и он позеленеет достаточно быстро. А пока что, видите, когда он хочет пить, он вот становится вот такой вот серый. Смотрите, тут Агланема у мамы что творит. Она, смотрите, сколько детей. Сколько детей попёрла земли. Раз, два, три, четыре. Пять, шесть. Просто здесь не видно, он очень-очень маленький. Вау. Вот это я понимаю, тяга к жизни. А вот это растение, я забыла, как называется. Если из вас кто-то знает, напишите в комментарии. Подсохло, конечно, сверху. Но ничего там. Всё равно корни, естественно, живые. Здесь всё хорошо. Немножечко посерело, потому что, видать, влаги не хватало. Прям пролила как следует. Так роскошно выглядит. Может быть, когда-нибудь себе что-то подобное тоже заведу. Вот это, кажется, то, что из Таиланда привозила. Вот это мне ещё очень нравится. Красиво. Правда, горшочек, мне кажется, уже маловат. Это же... Как там её зовут-то? Они же вот из одного, из одной серии. Это... Блин, у меня всё время вылетает из головы название. У меня же даже вот есть вот она. Вот это вот я красмам брала. Бегония. Во, бегония. Это тоже разновидность бегонии. Только смотрите, какая огромная. Листья большие. Короче, здесь я всех полила. Пойду, полью теперь там в другой комнате. Пишите в комментарии прямо сейчас, какое у вас самое-самое любимое домашнее растение. И какое вы не любите. И никогда бы себе не завели. Ну вот прям не нравится, и всё тут. У меня, наверное, любимые. Это всё-таки фикусы. Разновидности. Многие-многие разновидности фикусов. И я очень люблю сциндапсусы. Вот. А то, чтобы я себе не завела... Фиалки. Ассоциация фиалок у меня почему-то с бабушками. С бабушками, с больницами, с какими-то... Ну, короче, со старостью. С морщинами. Простите. Я понимаю, что у меня у самого есть морщины уже. Ну, короче, фиалки не люблю. Они мне не то, что... Нет, мне не отвращение просто, ну, не лежит к ним душа. Вот фиалки, они ещё мне не нравятся, что они такие заниженные. Вот они сидят в этом горшочке, как будто какие-то маленькие зверьки. У них вот эти пушистые листики. Я просто что говорю, я смотрю на мамин фиалки. У неё здесь три штуки в ряд. Полила их так и будет, так и будет. Несмотря на то, что я их не люблю, полила. Ну, в общем, да, в фиалке как-то вот душа не лежит. Интересно будет почитать в комментариях от вас, что вам больше всего нравится и что не нравится. Ну, ещё я люблю колотеи, но я пока не могу о них много говорить, потому что колотея у меня только одна, а другая у мамы на выживании моя. Потому что когда мы уезжали осенью, кажется, или когда там я ей дала, там один листочек она уже пустила. Не буду, ладно, вам показывать, выглядит она прям так себе. А у меня дома колотея фасциата. Они такие довольно капризные, но очень красивые, вот эти раскидистые листья. Ещё я приглядываюсь к монстерам. Пока не могу сказать, что я их люблю или не люблю, потому что у меня с ними ещё маленький опыт. Но вот фикусы, это однозначно моя любовь. Пиалки, дизлайк, отписк. Ладненько, всё, мне надо ещё в той комнате полезть и погоню домой. Первый урожай, ребят, представляете? Тут зелёный лучок, ну это правда теплица пока у мамы, созрело всё. Зелёный лучок и редиска. Мама сказала взять с холодильника, папа вчера привёз из-за деревни. Всё, зелень с огорода начата. Стоит задача сделать красно-золотой макияж. За кофеёк всё делаю. Красно-золотой макияж. Золотой буду брать вот из этой палетки, которую дарила мне Алиса на день рождения. На день рождения же она мне её дарила. Или Новый год. Гарри Поттер, Color Pop. Здесь очень красивые, золотистые. А красный буду брать из китайской палетки You Can Be. Очень классные, кстати, у них качество теней. Пигментация. Такая моя палеточка. Вот тут два красненьких. Всё, пока что крашусь. Я сегодня в парике буду. Я не помню, когда я последний раз вообще надевала парики. Честно, я вообще даже не помню, когда я фоткалась-то полноценно последний раз. Всё думаю, надо бы почаще. Надо бы почаще устраивать какие-то фотосессии, что-то придумывать. А оно всё реже и реже. А оно всё реже и реже. Ну, как бы вот, ну, в силу многих причин. Тут нету, как бы, одной причины. То нестыковка, там, например, у меня с Алисой, да. То у меня, там, допустим, вдохновение. То ещё что-то. Короче, третье, пятое, десятое. То Алиса, там, в отъезде. То я в отъезде. Вот так вот. Ну, сегодня, наконец-то, делаем фоточки. Принесла кисточки. Сегодня также буду скульптор немножечко использовать. Ну, собственно, вот, всё, погнали. Покажу, что у меня получится. Да, кстати, накладные реснички ещё, наверное, сделаю. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Кажется, выходит вот что-то такое. Какая-то жар-птица. Не больше, не меньше. Буду делать стрелочки, красть ресницы и уже приделаю накладные. Что, макияж делала? Вот такой у меня получился. Правда, отваливаются ресницы. Дрожат руки. Ничего нового. Ничего нового. Дрожат руки, отваливаются ресницы. Но они прям такие кукольные-кукольные. Короче, мы решили фоткаться около Алисиного дома. У него там красиво цветёт сирень. Поэтому сейчас я выдвигаюсь, захватив свой парик. Сейчас вот так вот буду идти и всех своими ресницами обдувать на районе. Как бы не улетели случайно люди, идущие навстречу. Итак, я у Алисы. Примерили мы, значит, аутфит. Смотрите, что у меня здесь происходит. С такими валанами в красном огненном платье. Ну, про это я вообще молчу тут. Тут, ну, сливки, сливки, конечно. Режание. На полочку положили всё, что имеем. И вот такое вот платье. Оно прям тяжёлое. Мне кажется, оно весит, вот если его взвешивать, килограмма три. Но в целом не ощущается. Просто такое оно. Ну, чувствуется, что что-то на тебе объёмное. И вот такая вот на голове. Смотрите. Это хендмейт, да? Да. Офигеть. Это всё сделано из каких-то... Даже не знаю, непонятно, с чего сделано. Интересный такой на ощупь. Это как хомуты. Крепление. А низ, вот эти все цветы, это Ира делала. Сама вырезала это всё. Офигеть. Вот такая красота. Как вам образ? Пишите. Ну, тут понятно, что списать. Тут, в принципе, так всё есть. Хотя, может, кому-то не понравится. Ну, если вам не понравится, то что-то с вами не так явно. Короче. Да, сейчас будем фотографироваться в вишне цветущей, кажется, около Алиси, но дома. Сделаем буквально близкую фотографию, далёкую. И всё. И будем есть пирог с картошкой. Такие планы. Па-а-а. Алиса платье прям отпаривала. Смотрите, какое оно пышное. Офигеть. Вот это вот я, конечно... Нет, я знала, что Алиса говорит, я готова какое-то красное платье тебе. Я знала, что какое-то красное платье. Но я чуть не взглядывалась там. Насколько оно объёмное и так далее. Что у него ещё есть вот специально вот эти вот на руки. А тут, оказывается-то, вон о чё творится. Тут, оказывается, статуя Свободова, Владимир, приехала. Пару портретиков хочу попробовать поймать именно короной, чтобы оно там больше не сделало. Ну, вообще... Слов нет, конечно, ребята, смотрите. И всё это просто около подъезда Алисы, если что. Сейчас мальчик маленький идёт с мамой. Мама, смотри! Ну, сама Катя остановился. Конечно, не каждый день увидишь такое. Не каждый, не каждый. Ну, прям вообще. Сейчас мы ещё несколько кадров сделаем, короче. Вот я и дома. А вот и мой пёс. А вот и мы. На закате. Это у меня... Классно, да, я приспособила? Футболка домашняя сушится. Когда мне не хочется запускать режим сушки, если белья не очень много, там, допустим, я вот так вот что-нибудь кину здесь, что-нибудь повешу в ванной. В общем, мы сейчас будем пить чаёк, наливать в ванную с пеной, с лаванной. И будем смотреть Ютуб. Но это будет недолго. Это всё будет недолго. Надо вложиться, потому что потом сразу же монтаж. Ещё я хочу себе, кстати, расписать планы на лето. Ну, так, накидать какие-то основные. Типа, что я хочу успеть сделать за это лето. Не то, что в смысле сделать какие-то вот дела деловые. Нет, а просто, чтобы, скажем так, это лето не упустить, прочувствовать. А то, знаете, как обычно бывает? Вот и лето прошло. Главное и не бывало. Вот обычно так. Вот чтобы было не так, или хотя бы оттянуть немножечко, надо какой-то небольшой план. Пожалуй, да, я, наверное, всё накидаю, и завтра с вами поделюсь, что хочу. Что хочу осуществить этим летом. Ну, одно я знаю точно. Я очень хочу съездить в Петербург хотя бы на пару-тройку дней. Очень хочу. Питер — это любовь. Да, Греточка? И Греточка тоже любовь. И Петербург тоже любовь. Короче, было бы очень классно съездить в Петербург. Я надеюсь, что будет в этом году. Я первый раз вижу корни антуриума. Потому что я, наконец, пересаживаю антуриум, который у меня заказан с Авито. И, боже, эти корни не похожи ни на одно другое растение, которое есть, во-первых, у меня в коллекции. И вообще, вы посмотрите, это как будто бы зелёные змеи. Так интересно выглядит. А грунт очень интересно, наверное, мешало для него. Я посмотрела несколько видео. И здесь у меня грунт для декоративно-лиственных. Мох с фагнум. Сосновая кора. И ещё какой-то разрыхлитель. Надеюсь, что будет нормально. Ну что, пока делается кофе. Да, кстати, ребят, доброе утро. Это следующий день. Пока делается кофеёк. Кто-то будет палочку. Счистить свои зубки, да? Так, давай. Сначала выполним. Незатейливые три команды. Вот ты уже сидишь, Грита. Сидеть. Лежать. Умничка. Кружись. 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 Молодец. Сидеть. Нет, не лежать. Сидеть. Молодец. Голос. Сильней. Злей. Молодец. На. Да тихо ты. Всё. После вчерашнего образа статуи свободы явно я смогла пройти сквозь медные трубы, сквозь огонь, сквозь всякие сложности и всё-таки освободилась. Сажусь за монтаж пить кофе и жду заказа вкусил, потому что вчера вечером я его не заказала. Я расположила его вот здесь у колонки на полу. Единственное, что мха лучше, наверное, добавить ещё и на вот эти корни, потому что у него такие есть вот эти вот части воздушных корней, ну или полувоздушные. Я не знаю, как называется, но, короче, его не углубляют прямо сильно в землю должны, чтобы вот корешки всё-таки некоторые виднелись на поверхности. Ну вот, я это всё сделала. Так, фифчик, отойди. Вот. И, значит, для того, чтобы они были такие более-менее увлажнённые, конечно, да, сюда, наверное, надо мха тоже добавить. Что-то я не подумала. Ну вот такой красавчик, короче. Посмотрим, как будет приживаться. Но сейчас всё-таки летом растениям, конечно, попроще. Они чувствуют, да, естественно, что лето, что сейчас можно расти, сейчас можно, может быть, и не расти, но, по крайней мере, оттянуть свою погибель. Назовём это так. Вот. И я надеюсь, что всё будет окей. Такой у меня здесь зелёный уголок прям под телевизором. Спасённый. Пересаженный. Пересаженный. Фифка пришла, проверяет. Многие спрашивают, как у тебя кошки, вообще цветы не грызут? Нет, ребят, не грызут. Вот Фифи максимум, какой интерес может поиметь к цветам, это только если я нахожусь рядом с цветком, ну, то есть я там с ним взаимодействую. Она приходит в моменте и тоже там понюхает, там посмотрит, как-то потрётся. А так нет, не грызёт, ничего не делает. Она, вот только видите хвостом своим, Фифи, она у меня покушалась исключительно на суккуленты, которые у меня стояли в спальне, я их переставила. Вот там она выдёргивала из земли, но я это снимала несколько раз, вам показывала, она выворачивала его просто с корнем. А вот крупные растения её особо не интересуют. Вот это её максимальное, прийти, посмотреть, понюхать и хвостом своим маленько дотронуться. Всё. Да, Фифчик, спасибо тебе за это. Ты котик, потому что заинтересованный, во всяком движи, но хотя бы цветы мне не вредишь. На том спасибо. А Нике вообще по барабану, Нике даже не подходит. Сегодняшний вкусвилл. Взяла ещё два молока, у меня два есть в запасе, но пусть будет ещё два. Также сэндвич ролл, вот такие, цезарь, вкусненькие очень, мне нравятся. Сыжники без сахара с курагой, это может быть я сегодня на ужин себе разогрею их, посмотрим. И, конечно же, мои любимые салаты. Я их сейчас даже поставила в любимый товар, они у меня сейчас идут со скидкой. Это вот тот самый салат, коп, салат с имбирным соусом. Они идут, ну, без мяса. Здесь тофу. Фифи воду пила, а воду перекрыли. Видимо, кто-то там... Либо просто отключили воду, либо временно перекрыли, потому что соседи что-то делают. Всё, Фифи, нету там ничего, даже не пытайся. Всё, отключили прямо на твоём водопое. Как они посмели, полное неуважение к кошачьему семейству. Смотрите, просто лежит кран. Иди пей в поилочке в своей. Иди в поилочке пей. Видишь, сегодня тебя обломали. Мы тут красили Алису. Помогает нам Фифа. Лежит рядом, что-то всё стонет, стонет. Звуки всякие издаёт, что-то всё рассказывает, рассказывает. Что-то на стенке грязь какая-то. Пора стены мыть походу на кухне. Вот что делает, а? Вот так вот. Фифа. А вот что всё это значит? Она стерилизована, ребята. Если что, то есть это у неё просто вот любимое место. Она здесь вот так вот лежит. Она не задницу поднимает, а просто вот так вот перекатывается, как червячок. Это следующий день. Сегодня такой суматошный какой-то день, несмотря на то, что я его почти весь провела дома. Просто снимала сегодня видео, монтировала сразу. Что-то немножечко по дому. Сейчас погуляли с Гретой и купила себе на вечер кефирчик. Я что-то так давно не пила кефир, и я очень соскучилась. И знаете, я беру средний жирность. Ну как, мне кажется, что это средний. Я взяла вот 2,5%. Есть там ещё 3,2%. Есть 1, что ли, 0, или 1,5% такое. Решилось что-то средненькое, потому что как бы обезжиренный я не хочу. Жирный слишком тоже не хочу. Он, наверное, уже похож на сметану. А я сметану что-то вообще не очень люблю. И вот просто кефирчик. Я люблю, кстати, несладкий. Вот я в детстве слатила кефир и прям кайфовала вот от вкуса сладкого кефира. Но сейчас мне это кажется как-то, ну не знаю, ну что ли вот. Сахар перебивает вкус нормальной кефира, и это совершенно не то. Я просто люблю такой холодненький кефирчик безо всего. Ещё взяла мёд. Мама, конечно, мне сказала, что тоже даст мёда. Она там у кого-то берёт. Я взяла вот такой липовый мёд. Баночку тоже пятёрочки. Будем пробовать. Там осадочек такой натуральненький. Ну не знаю, посмотрим, какой он. В чаёк добавлять на ночь. В принципе, должен сгодиться. Такой жиденький достаточно. И взяла вот такую вкусняшку. Здоровый перекус с бананом. Это что-то вроде мюсли, наверное, да? Не знаю, короче, вот так выглядит. Но на ощупь тут как будто, да, мюсли. Без химических добавок, без консервантов. Natural bar. Будем пробовать. У нас начинается красивый закат. Мне вообще очень нравится, конечно, как у нас вот здесь на лоджии. Смотрите, как свет падает. Классно, да? Красотища. А когда прям садится уже вот полностью, сейчас она средняя, там сон стоит, а здесь прям розовые вот эти вот квадратики от окон. Прям так это романтик. Так, ребята, дозапишу вам конечную часть этого влога. Короче, я выписала себе несколько пунктов по поводу лета, что бы я хотела успеть сделать. Но, повторюсь, это, опять же, не какие-то дела, это не какие-то достижения. То есть это вот не план действия, это, скажем так, приятности, которые сделают как раз-таки лето, должны, по крайней мере, сделать более запоминающимся, чтобы его почувствовать, ощутить, и больше было, да, вот каких-то воспоминаний и там так далее. Я тут написала себе, накидала. Я, конечно, попыталась вдохновиться списками на Pinterest, но там вообще просто совершенно не то. Там, знаете, какие списки там? Ну нет, для кого-то это, конечно, нормально, но мне такое не понравилось. Это как построить замок из песка. Есть мороженое каждый день. Там, я не знаю, ну как, вот что-то такое вот. Ну прям то, что, в принципе, довольно... Ну вот есть мороженое каждый день, ну типа чё, зачем это заносить в список? Хочешь, ешь мороженое, хочешь, не ешь. Ну, короче, это немножечко так странно. Ладно, я составила свой. Я написала, чаще ездить в деревню и вообще в целом на природу, потому что, да, мне хочется как-то почаще быть за городом, быть на природе. Мне вот это всё очень нравится. Я не говорю, что я хотела бы там прям переехать и там жить, нет. Но меня вдохновляет вот это вот умиротворение всё-таки как-то за городом. Оно мне даёт силы, скажем так, на работу уже дома, на работу уже в городе. Я вот так вот буду щуриться, потому что я без линз, если что. Я плохо вижу себя даже в камере, поэтому, если что, предупредила, почему я щурюсь. Дальше. Устроить посиделки у костра с друзьями. Ну, проще говоря, устроить пикник. Мне очень нравится, да, проводить время вот с друзьями тоже на природе. Может быть, пожарить какие-то шашлыки, либо, да, вот устроить пикничок, обязательно вот костёр там. И как-то так вот душевно, короче, провести время. Раньше мы чаще это устраивали тоже с нашими Владимирскими друзьями. Ну, а сейчас там кто куда разъехался. Далеко не все, естественно, здесь остались. Ну, короче, сейчас это сделать нам на самом деле намного сложнее, но всё-таки это сделать возможно. Ну, там, например, с Маринкой, с Андреем, там, с Алисой, да, с Вероникой. Если, вот правильно, если будет желание, то это вообще возможно. Ну, и в конце концов, с Максимом, это Валерин коллега и друг там с его женой и так далее, да. Дальше я написала делать больше разных фото, но, ну, тут пометка такая, не только в смысле себя, там, фотосессии свои, но и то, что тебя, типа, окружает каждый день, ну, чтобы оставить на память. То есть, это, может быть, какие-то предметные фото. Это, опять же, фотографии, ну, не знаю, там, цветов, пейзажи города, там, я не знаю, небо. Ну, вот у меня почему-то представляются, конечно, какие-то растения, а может быть, это ещё какие-то летние мои аутфиты, там. То есть, здесь набор из всего просто. Ну, чтобы так или иначе, да, эти фотографии навевали о лете. В идеале их потом, конечно же, все распечатать ещё было бы классно, но не в стандартный вот этот фотоальбом стандартных размеров фотографий, а поменьше формат, но чтобы было качественно и, допустим, там, вклеить куда-нибудь, в какой-нибудь свой блокнот. Вот так вот. Далее. Съездить в путешествие. Ну, здесь я сделала пометку. Можно просто по стране, в какой-нибудь, не знаю, там, соседний город или просто какое-то, ну, незнакомое место. То есть, путешествие тут я закладывала не в смысле поехать, полететь в другую страну. Я заложила сюда смысл, да хоть вот в какие-то соседние города посмотреть, чем там люди живут, посмотреть на их город, на центр города, потому что, ну, обычно, центр города там, да, вся жизнь по нему, так можно это оценить, погулять, пофоткаться, поснимать влог, просто получить какие-то свежие, короче, эмоции. Вот так вот. Вот это я тоже называю путешествием. Путешествие для меня это далеко не всегда, когда мы там улетели за 3-9 земель. Это просто более масштабное путешествие. Устроить коктейльную вечеринку с друзьями я еще написала. Во! Вот это мне очень нравится. Не столько я люблю коктейли, ну, и люблю, конечно, ну, смотря какие, опять же. Во-первых, шприц мой самый любимый. Да, кстати, напишите, какой у вас любимый коктейль. Не столько я люблю сами коктейли, сколько мне нравится процесс их создания, особенно если там прям много ингредиентов. Не просто ты смешал, не знаю, там сок, газировку, алкоголь какой-то и добавил льда, нет. А когда нужно там, не знаю, цедра лимона, какие-нибудь ягодки, арбузик там растолочь, посыпать какими-нибудь приправами, ну, то есть зеленушку кинуть, огурчик туда как-нибудь заверсеть. Вот это вот мне очень нравится. И мне очень нравится, да, этот процесс, вот эта длинная ложка, там, вот это все размешивание. Когда это с друзьями, это еще прикольнее, потому что, ну, в процессе вы болтаете, что-то обсуждаете, и за этими коктейлями как-то, ну, весело, короче, когда вы их вместе делаете. Я помню, когда давно собирались на старой квартире, по-моему, это было по поводу моего дня рождения, что ли, я решила сделать какие-то коктейли с егермейстером. Он был очень нестандартный, этот коктейль, там добавлялся даже огурец. Это был очень интересный по вкусу коктейль, но мне так понравилось его создание, потому что я как-то тоненько нарезала огурец, короче, мы там с Маринкой пилить коктейли, было забавно. Далее, погулять под летним дождем по городу, ну, это такое вот уже из банальных, это из разряда тоже, как есть мороженое каждый день, но я сюда больше все-таки изложила, потому что, ну, летний дождь это что-то такое особенное. Мне очень нравится, знаете, запах после дождя летом, вот как пахнет этот мокрый асфальт, земля, и в силам попасть под дождик летом, ну, не знаю, это как-то романтично, что ли. Мне просто, лично мне это навевает какие-то подростковые воспоминания. И вот для меня это такой пунктик, было бы, конечно, куда-то погулять под дождем. Экспериментировать с летними аутфитами. Не то, чтобы репняться все время в одно и то же, как я делаю это почти всегда, так, глоточек-феечка. Хочется как-то экспериментировать и, ну, составлять разные луки, естественно, фоткаться там в них. Я уже с привычкой, как я говорю, у меня второй кофе пошел. Погулять по лесу, ну, это, в принципе, можно отнести к первому пункту, что чаще есть в деревне Тагры. Съездить в Питер, ну, тут я написала знак вопроса, потому что неизвестно, получится, не получится. Но, как я и говорила, было бы идеально просто посадить что-то в огороде у мамы. Вот, вот этот вот пункт интересный. И, короче, я заказала себе семена мимозы. Блин, все время забываю. Мимоза, это не мимоза. Стыдливая. То самое растение, которое вот так приведешь пальчиком, и листики собираются вместе. Я заказала ее семена. Ребята, по-моему, они уже лежат в Вайлберс, нужно сходить забрать. Я хочу ее посадить у мамы в огороде. Ну, естественно, сначала ее надо по мисочкам, чтобы она взошла, а потом уже росточки, уже в огород. Вот, может быть, да, сегодня схожу, заберу. Собрать букет полевых цветов. Это тоже такой пунктик из детства больше, потому что я ездила там к бабушке на дачу, к другой бабушке в деревню. Везде рядом было поле. И вот я бегала по этим полям, как я, блин, только не боялась ни змеи, ничего, а фигачу по этому полю. Сейчас бы я, наверное, в сапогах повыше уже там побежала по такой высокой траве. Но тогда вообще чувство самосохранения и страха никакого. И вот я собирала букет из этих полевых цветов. Господи, как это было. Я не знаю, это прям такое приятное воспоминание. Ну, вот процесс. Опять же процесс. Не столько это букет может быть там красивый потом по итогу, но процесс очень, очень мне нравится. Приготовить свое натуральное мороженое. Да, кстати, пунктик с мороженым я переделала. Видите? У меня все-таки есть пункт с мороженым. Но сделать его самим в идеале, не знаю, там, хоть из клубники или из каких-то ягод, с маминой огорода вообще было бы супер. Если еще смешать это все с арбузом. Ну, короче, найти какую-то рецептуру, может быть там с йогуртом это все. И приготовить собственное мороженое. Опять же, это вот примерно о пункте, как коктейли, да? Это интересно. Процесс интересен. Устроить фотосессию в лесу, поле или на природе. Но это можно тоже отнести к первому пункту, потому что фотосессии зачастую устраиваются в процессе этих прогулок. Поспать на улице, например, в палатке. Прошлым летом у нас был этот опыт, мы ездили с друзьями, да, с палатками на ночную природу. Вот, может быть, в этом году что-то такое повторим, было бы классно. Следующий пункт, есть больше зелени, овощей и фруктов. Но это очень логично летом. То есть я хочу как-то от полуфабрикатов различных летом, ну, отдалиться что ли от всякого такого и мучного, и жирного, и жареного. То есть от тяжелой пищи как-то прям, ну, типа, держаться подальше. И вот переключиться на всю вот эту зеленушечку, короче, фрукты. Так будет круче. А, устроить кинопросмотр в саду ночью, я еще написала. Это, ну, натянуть простыню там, да, и из проектора поставить смотреть фильм. Вот, вот это вот прям супер. Когда уже поздно, рядом у тебя, ну, уже вечер, рядом лес, волки воют, лоси там, рога свои точат, твой забор. А ты сидишь и смотришь очередную серию мистера Бина в огороде, почему бы нет. И последнее, постараться хоть капельку загореть. Потому что я последний раз летом в России загорала, мне кажется, в детстве. Вот когда я ездила к бабушке на дачу, к другой бабушке в деревню. Хочешь, не хочешь, там бегаешь по этим полям, да, и ты, естественно, загораешь. А так я всегда бледная... Нет, мне нравится на самом деле белизна кожи, я люблю светлую кожу. Но все-таки я и не против как-то летом получить, да, дозу небольшой смуглости. Но если будет у меня выполняться первый пункт, чаще ездить на природу, в деревню, да, то, в принципе, последний пункт вполне себе осуществим. То есть они взаимосвязаны такие, эти пункты. Вот такой вот списочек. Может быть, я кого-то из вас вдохновила, не знаю, напишите. Напишите, составляли ли вы, может быть, список себе какой-то на лето, плюс-минус планов. Какие у вас вообще планы на лето тоже, да, напишите в комментариях, что такого, вот, может быть, основного. Три пункта хотя бы, что вы хотите сделать этим летом. Интересно очень, будет посчитать. Ну, а на этом я прощаюсь, так, насколько там болтала. 11 минут. Вот, в общем, все, спасибо вам, ребят, за просмотр. Жду вас, конечно, в Телеграме, в других своих соцсетях. И увидимся скоро. Всем пока.